Как же любое метрическое пространство превратить в топологическое? И что же такое открытое подмножество, и что такое замкнутое подмножество в метрическом пространстве? Ребят, на первый взгляд это определение выглядит очень простым, но учить его, если человек его не знает, очень долго. К нему надо привыкать, надо решать задачи. Причем потом выяснится, что вы все это время занимает одну и ту же задачу, и что это все легко, но это выяснится только потом. А сначала надо долго-долго учиться. Итак, определение. Если М метрическое пространство и А это некоторое любое его подмножество, то А открыто. Я сейчас напишу формулу. Ее надо просто понять. Если для любой точки существует такое положение число ε, что для любой точки пространства М, из того, что расстояние между А и В меньше ε следует, что В входит в множество А. Сейчас нужно рисовать все. Представьте себе, есть летое множество А. Берем другую точку. Что здесь написано? Есть такое число ε, что когда вы берете кружочек радиуса ε, то вся его внутренность принадлежит множеству А. Понятно? Вот это называется ε окрестности точки А. Все точки, которые удалены от точки А, меньше чем на ε. Так вот вся эта окрестность должна принадлежать множеству А. Понятно? Каждая точка принадлежит вместе с некоторой своей окрестностью. Хорошо. А теперь, что же такое замкнутые мужества? Мужество замкнутых, если его дополнение открыто. Когда смотришь на такое определение, то возникает огромное взмущение. Почему? Потому что, ну, понимаете, кто такие не-южики? Это все существа, которые не-южики. Возникает ощущение, что у вас бурят. Потому что зачем вводить слово не-южик, если кто-то, ну, все, кто не-южики, да? Так вот, оказывается, что замкнутое множество можно охарактеризовать, что называется, намного понятнее. Это мы через несколько минут сделаем, но сначала давайте-ка мы проверим, что у нас открытое множество удовлетворяют аксиоматы логического пространства. Какие-то были аксиоматы? Открытое множество, это в частности пустое. Каждое пустое открытое. Проверяем. Для любой точки, нет никакой точки, поэтому все, что идет дальше, верно. Отлично. Пустое открытое. Все пространство, все М. Там, для любой точки берешь кепсилонокрестность, и она должна принадлежать М. Но кроме М ничего нет. То есть, тоже тебя идет, да? Теперь, вот дальше интереснее. Про пересечения. Представьте себе, что у вас есть некоторое множество А, и некоторое другое множество В. И в пересечении есть некоторая точка. Так смотрите, если они оба были открыты, то тогда здесь вот у него была какая-то окрестность, и вся принадлежала А. В множестве В тоже была какая-то окрестность, я не знаю, большего радиуса или меньшего, и все, что внутри принадлежало В. Так, а чтобы принадлежало пересечению, надо взять окрестность, радиус которой, это минимум. Минимум из этих двух акрестов, так? Все понятно? Там есть какой-то эпсилон один, есть какой-то эпсилон два, надо взять этих минимум, и все будет. Отлично. С объединением... Ну, ребята, ну это вообще смешно. Сколько бы их ни было, этих самых открытых... Пусть их, какое-то огромное количество, бесконечное множество этих открытых. Когда вы берете точку из этих объединения, она какому-то из этих множеств принадлежит. А если она принадлежит какому-то множеству, то там есть окрестность. Так, конечно, все принадлежит. Ну и замечательно, это окрестность принадлежит всему объединению. То есть это невероятно. Понятно? Отлично. Теперь вопрос. Зачем мне это сделать? Дело в том, что есть теория. Множество замкнута, тогда и только тогда. Замкнута, тогда и только тогда. Когда оно содержит все свои предельные точки. Ну, давайте размышлять. Давайте размышлять. А что значит содержит все свои предельные точки? Для этого надо просто знать, что такое предельные точки. Правильно? Это граница. Что? Это граница. Вот, вот, вот. А что такое граница? Да, вот. Что такое граница? Для меня за что это? Не втрога, но в целом. Нет, не я. Это такая строга. Одна из целей всего этого – превратить наивные слова в границу. Внутренность. Да? Но бывает строгие. То есть, когда я говорю границы множества, то я не просто так фотосирую, что вот там где-то там джубарс бегает, там в минные поля стоят. Ничего подобного. Есть математические точные определения. Да? Вот, вот. Цель его дать сейчас. Ну, давайте не торопиться. Давайте. Что такое предельная точка? Есть у нас какое-то множество? Есть у нас какое-то множество? Есть у нас какое-то множество? Некоторое множество B. Какая-то точка? Ну, если эта точка принадлежит бы, то понятно, что она предельная. Просто вы можете взять такую последовательность. Эта точка, эта точка, эта точка, эта точка, эта точка. И пределом этой последовательности будет эта точка. Это понятно. А вот в каком случае, если она не принадлежит, разумно считать ее предельной? Да, очень просто. Если невозможно кружочком отгородиться от множественного. То есть, если есть такой кружочек с центром нашей точки, который не пересекается, значит не предельная точка. А если, когда проводишь, то обязательно пересекается, да? И так пишем. Точка Х предельная для множества В. Если для любого х больше 0, существует такая точка, что расстояние от х до нее что? Меньше. Меньше. Очевидная. Да, очевидная. Так вот. Что значит доказать вот эту теоретику? Очень просто. Надо доказать, что если у вас множество содержит в себе все свои предельные точки, то дополнение к нему открыто. И наоборот, если дополнение открыто, то в таком случае множество содержит все свои предельные точки. Так? Итак, я сейчас вот это утверждение просто напыста переписываю. Так. В содержит все свои предельные точки. Сейчас точно будет понятно? Да? Это то же самое, что М без В открытия. Вот это теорема доказывать, это то же самое, что доказывать в тебе. Понятно? Угу. Точно понятно? Точно понятно. Да. Так это девочек. Нуу… Ну да. Еще раз. Наконец-то, вот у меня, это В, а вот это дополнение. Представьте себе, что дополнение открытое может. Что значит дополнение открытое может? Ну берешь точку из дополнения. Открытое, значит, у есть такая окрестность, которая вся лежит дополнительной. Да. А что значит вся лежит дополнительной? Значит, не пересекается с В. А значит, она не предельная точка. Понятно? Это непредельно. Да. А, я понял. Да? Замечательно. А наоборот, есть ли? Значит, то, что все точки, которые есть… Представьте… Мы сейчас доказали, что если оно открытое, то оно содержит… Если дополнение открытое, то тогда B содержит все предельные точки. А давайте наоборот. Пусть B содержит все свои предельные точки. Докажем, что дополнение открытое. Отлично. Значит, он берет и полгода вверх. Да. И задаем вопрос. Она предельная? Нет. Потому что B содержит все свои предельные точки. А это и дополнение. Значит, она не предельная. Да. Значит, существует такая… Значит, есть окрестность, которая не пересекается с B. А значит, это есть основное открытие. То есть, ребята, вот эта теория Моря – это на самом деле. Науку мы только. Понятно? Однако она очень хорошо помогает объяснять… объяснять, объяснять, о чем и о чем. Так. Теперь все ли помнят так называемый двойственную де Морган? Морган. Вот есть такая замечательная теория. Если у вас есть два множества, то дополнение к их объединению – это… Пересечение. Пересечение дополнений. Помните? Есть такое? Да. Замечательно. И, может быть, вы еще одну формулу помните. Если у вас есть объединение множеств, то взять дополнение – это что? Пересечь все их. Это, на самом деле, то же самое, только не для двух, а для всего… Понятно? Понятно? Отверни маленько. Помните ли вы, что объединение двух открытых открытых… Да. Получили опять открытых. Значит, вот это замкнутые. Да. И вот это замкнутые. Да. И вот это замкнутые. И вот это замкнутые. И как же вот эта формула теперь у нас переносится? Пересечение любых двух замкнутых… Замкнутые. Замкнутые. Понятно? Да. Отлично. Отлично. Мы в это верим или мы это доказываем? Что? Мы в это верим или мы это доказываем? В смысле? Мы это доказали только что. Да. Если вы знаете эту формул… Мы знаем. Ну, все, доказали. Еще раз. Вот так записывается… Бое замкнутое множество. Как дополнение которое… Так записывается… Дошло или нет? Да, да, да. Замечательно. Ну, внимание. А взять любую цифру. И для любого набора… Да. У нас в любое количество… И для любого набора. Так. Согласны? Угу. Мы помним, что объединение любого набора… Открытых и открытых. Открытое. Значит, здесь у нас будет замкнутые. А это пересечение. То есть пересечение любого… Например, замкнутых… Какое? Замкнутые. Замкнутые. Отлично. Вообще-то есть и другие формы. Помните? Если взять… А в пересечении из Б и дополнить… То… Объединение… Дополнительное. Будет… Объединение… Дополнительное. А это как? Дополнительное. Объединение двум замкнутых… Двум замкнутых. Двум замкнутых. Да, да. Поняли? А вот единственное, здесь уже нельзя брать бесконечное количество. А, кстати, можете на примере показать, почему бывает, что объединяешь замкнутые в бесконечном количестве, не включает замкнутые? Нет, получается. Нет, получается. Это очень легко. Представьте себе, вы берёте точку и берёте круги увеличивающихся радиусов. А именно, круги радиусом n-1 делить на n, где n любое аминальное число. Объединяйтесь. Каждый такой круг – это, разумеется, замкнутые множества. А к чему стремиться, постепенно увеличиваясь, вот эта величина простого времени? К единице. В общем, стремиться с нею. Потому что это 1-1n. И, значит, в объединении это будет открытый круг радиуса 1. А вовсе не замкнутый. И у него есть предельные точки окружности. Поэтому, вот здесь вот, пожалуйста, пересекать замкнутые множества в любом количестве можно, получают и замкнутые. Объединять в конечном количестве можно. Понятно? И то же самое для открытых, наоборот. Открытые объединять можно в любом количестве, сколько хотите объединение открытых открытое. А пересекать только конечное количество. Потому что минимум, если вы берете из двух чисел положительных, то это положительное число. А если минимум из бесконечного количества, то может не получиться множество. Так, хорошо. Хорошо. Про это мы поговорили. Слушайте, а может быть мы тогда заодно скажем, что такое внутренность множества и что такое замыкание множества? Да. Да. Здесь проблема. В большом количестве книжек вот эта палка сверху используется и для перехода к дополнению, и для обозначения замыкания. Ну понятно, да? То есть не надо думать, что во всех учебниках обозначения не те же. Даже часто в одном учебнике обозначения разные. Поэтому давайте немножко пофантазируем. Вот как бы вы сказали, что такое внутренность множества? Это все, что в ухо лежит? Нет. Вот есть множество? Вот есть какое-то множество? Да. Вот есть какое-то множество. Какие точки разумно называть внутренними? В каком случае точка внутренняя? А если вся ответственность? Если у нее есть ответственность. Молодец. Если есть круг, который целиком раздлежит. Понятно? Вот это называется внутренняя точка. И что же такое множество? Внутренность множества. Это все его внутренние точки. Так? Да. Замечательно. Давайте так напишем. Внутренность. Внутренность. Это множество всех внутренних точек. Всех внутренних точек. Или другими словами, это наибольшее открытие множества, которое содержится внутрь нашего. Отлично. А что такое замыкание? Прецизный замок. Множество. Нет. Это наименьшее замок внутри, которое содержит. Внутренность. Или другими словами, это множество всех подлинных точек. Понятно? Угу. Замечательно. А что такое граница? Граница. А граница, это недельные точки, кроме внутренних. Это надо взять замыкание множества и выбросить. Вот это. Внутренность. Идею поняли? Отлично. Слушайте, ребята. А вот сейчас я буду ставить миллион рекордов. За 8 метров? Да. Дело в том, что все предыдущее, это, в общем-то, были легкие вещи. Это были просто обозначения, обозначения, обозначения. Но я же не думаю, надо. Я же отвечу от некоторых. Внутренность. Всегда. Кстати, вот это принципиальная вещь. Когда вы учите какую-то науку, всегда задавайте себе вопрос. А было ли там что-то, что вы до этого не умеете? Понятно? Есть огромное количество учебных восьм, на которые вы приходите с определением, определением. А сейчас мы переформулируем, а сейчас мы еще и переформулируем и так далее. И вдруг выясняется, что ни одной из соглашательной теоремы не было. И вы ничего не понимали. Нет, может, и будет. Даже бывает, что вы все понимали. Важно понимать, когда вы занимаетесь математикой. Всегда должно возникать что-то, что вы до этого не умеете. Понятно, да? И это очень жестко повторить, на самом деле. Между прочим, очень тяжело. Ведь я, заметьте, сегодня... Нет, я в Пенкович еще немножко. Я за последние две минуты еще и решил потратить просто так, да? Знаете, это человеку большое. Вот эта теоремика интересная, но, заметьте, она фактически бессодержательная, правильно? Это просто определение. Вот такая словом так сказать. Что интересно. А вот сейчас, на последние несколько минут, я хочу вам так доказать теорему, которая действительно, в общем, выше степени яичной. Отрезок компактен. Даже непонятно, что компактен. Но я тебе скажу. Если у вас есть покрытие отрезков открытыми множествами, то из этого покрытия можно выбрать конечное число множеств, которые отрезков бывают. Поэтому, если у вас есть отрезки, кстати, квадратно, сколько угодно, умеете потратить и круг, куб, это теорема также доказывается, я буду еще для ответов рассказывать. Это покрытие отрезков открытыми множествами. Открытыми множествами. То есть, каждая из них открытыми. Понятно, да? Надо себе представлять так, то есть отрезок и какие-то интервальчики. Может быть, и поместить, я не желал, по-моему, как-то так. Но важно, что каждая точка принадлежит хотя бы одному из этих интервальчиков. То среди них есть несколько, это важно, конечное число. Несколько, в смысле, несколько штук конечное число. Который ли этот самый отрезок и кровать? Тот же самый отрезок и кровать? Вот, ребята, это очень важная геонезматическая анализа теории. Просто в высшей степени важно. Доказательство. Одну минуту. Но применяется она очень много раз. И учить вы ее будете долго, 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 долго. Ну, до тех пор, пока все-таки не поймете когда-нибудь, как же это просто сделать. Есть несколько доказательств. Давайте я, пожалуй, расскажу. Интуитивно, мне кажется, самое-самое понятное из них, которое называется деление пополам. Знаете, что понятно? Когда что-то делят пополам. Программирование задачи поделили на две задачи. Каждую поделили на две задачи. Ну, и на две можно. На несколько. Да-да-да. Так вот, господа. Давайте отвратительным доказывать. Пусть есть ответ. Который как-то покрыт открытыми множествами. Так? И пусть не удается нам найти конечное число из них, которые тоже покрывают этот отрезок. Нет. Просто открытым. Говоришь, можно покрыть. Ну, это вся прямая открытая множество. Взяли и покрыли. Но вот из тех, которые нам дали, не удается. Тогда отрезок делим пополам. Говорим, что есть левая, тогда есть правая. Понимаете ли вы, что если левая половина покрыта каким-то конечным набором, и правая покрыта каким-то конечным набором, то тогда этот набор, просто тот набор вместе покрыт весь отрезок. Значит, если не удается покрыть, то хотя бы одна из этих половинок тоже непокрываемая. Ну, отлично. Может быть обе непокрываемые. Но пусть, например, вот эта половинка непокрываемая. Взяли. Понятно, что дальше делается. Если бы обе половинки, половинки можно было бы покрыть, то и всю половинку можно даже покрыть. Значит, одну эту нельзя покрыть. Так? Пусть, например, он только не может быть. Понимаете ли вы, что мы получаем отрезки, каждый из которых является половиной предыдущего. И они все обладают таким свойством, никакой из них нельзя прикрыть конечным набором. Отлично. Получаем весь отрезок назывался дельта нулевая, его половинка, которую нельзя покрыть, называется дельта первой, ее половинка, дельта вторая, дельта третья, дельта четвертая, и каждая бесконечность. Ну слушайте, господа, вообще-то у этой последовательности вложенных отрезков, которые на газете выглядит, ну что это такое, да? У нее есть какая-то точка, которая принадлежит всему, и является пересечением этих отрезков. И эта точка принадлежит большому всему отрезку. И, значит, она покрыта каким-то из наших открытых множеств. И, значит, есть такая зубочка, я не знаю, где она сводится, какая-то точка, и она покрыта одним из наших открытых множеств. А, значит, оно покрывает... Некоторые. Некоторые в полной себя отрезки, налево-направо, да? И один из наших вот этих вот дельт окажется меньше, и прямо весь туда пойдет. И, значит, он покрыт не только конечным числом, он покрыт одним. А мы все время говорили, что никаким конечным числом не покрышь. А сумели покрыть даже один. Противоречие? Да. Противоречие. Компактное соответствие доказано. Понятно, как доказывать для квадрата? Надо квадрат порезать на четыре части. Четыре части. Как доказывать для круга? Тоже. Ну, вот так вот. Каждый раз резать, важно, что... Не важно форма, важно, что каждый раз раз вера уменьшается. Да. Ну, для круга, там, на восемь частей. Ну, и так. Спасибо. Спасибо.